Всем привет! На связи Борис Соколов, сайт vizasam.ru И давайте в этом видео я вам расскажу о зимовке на Занзибаре, сколько это стоит, как улететь и тому подобное. Ну вообще, давайте сразу скажу, визу на Занзибар делать либо по прилету, либо можно сделать электронный. До 90 дней вам могут сделать визу, и вы можете находиться на Занзибаре. Потом можете уехать в другую страну, вернуться спокойно дальше, продолжать, допустим, в Кению. Вылетели, вернулись, таким образом на всю зиму полететь. Хотя вот мне часто хватает именно вот этих трех месяцев, которые позволяют, например, находиться по индийской визе, по визе Занзибара. Мне хватает. Можете сделать визу по прилету в аэропорту, можете сделать электронную, заказать через нас. Вот еще такие варианты иногда визу делают. Вот, например, тут были выборы, делали на 14, на 15 дней, ну по каким-то случим. На 30 дней вы можете просто спокойно ее продлить в миграционном офисе, либо в Нунгве. Это самый популярный туристический курорт на Занзибаре. Вот я тут как раз живу недалеко, 3 километра от Нунгве в Кендве. Либо в Стоунтайм. То есть 90 дней вы можете себе это бесплатно, вы можете спокойно ходить. Это вот так продлевали, например, те, кому из-за президентских выборов, которые были, например, недавно, визу делали на 14, на 15 дней. Но кто хотел тут оставаться на более долгий срок. То есть визу вопрос, в принципе, простой, переживать не стоит. Как долететь? Ну вот смотрите, сейчас бывают билеты и прямые, в том числе и Азура Эролита. Опять я вам дам ссылочку, там можете посмотреть, билеты дешевые, можете прямые, можете с пересадками. То есть как вам будет удобней. Вот еще какой вариант, я, в принципе, его использовал для поездки в Индию и в Вьетнам. Вы можете посмотреть дешевый горящий тур. Например, можете на самый там короткий срок, допустим, на сколько там бывает, на 7, на 8 дней в Занзибар, прилететь, поселиться в отеле и за это время искать себе жилье, где вы будете жить. Просто назад не лететь и все, по билету, ничего страшного, у вас сгорит и все. Но у вас есть 7-8 дней, найти себе жилье, найти себе, где вы будете жить за это время, пока вы живете в отеле по туру. Это не всегда, конечно, часто еще билеты бывают, например, гораздо выгоднее просто билет купить и здесь уже сразу искать жилье. Но иногда бывает дешевый тур. Если вы прилетели по билету, мой вам совет, например, снимите на 2-3 дня отель, допустим, где вы хотите жить. Посмотрели там мои видео, составили представление, либо сами были в Занзибаре, допустим, хотите вы жить в Нунгве. Прилетаете, снимаете отель на 2-3 дня в Нунгве и за это время ищите себе жилье на более длительный срок. Снимаете там на месяц, на 2-3, на сколько вы планируете жить. Давайте сразу пожили. Вот жилье здесь дорогое по сравнению с другими азиатскими. Ну, Занзибар это Африка, но по сравнению с дешевыми азиатскими странами, где предпочитают люди зимовать. Таиланд, Вьетнам, Гоа. Дешевое жилье дорогое. Я это объяснял в видео. Посмотрите, как снять про аренду жилья. Потому что местные вынуждены платить очень большой туристический налог за тех туристов, кто у них снимает жилье. И поэтому где-то этот налог может у них выходить 250 долларов в месяц, 300. Поэтому они сдают жилье, например, от 500. Ну и то это самое простое жилье. Допустим, в Индии вы сможете снять простое жилье, но 150 долларов здесь от 500. То есть более, менее, нормально жилье 600-700 сразу скажу. У меня знакомые снимали жилье. Вот я слышал вариант от 250 долларов. Я даже был в этом жилье. Но это простенькая очень комнатка, темная, вместо темной. Там душ, туалет, буквально, не знаю, там 10 на 10 очень маленькая. Ну, естественно, этот номер, скажем так. Также слышал 350 снимали, но это очень редкие варианты. Здесь жилье, допустим, будет дороже. Рассчитывайте, что примерно, например, в полтора-два раза, чем Индия или Вьетнам. По еде. Еда также вот рассчитывайте. Если вы хотите, еда будет примерно в полтора раза дороже, допустим, в кафе, чем в Индии. Ну, допустим, блюдо 7-8 долларов, например. Но сразу скажу, здесь морепродукты обалденные. Тут, например, осьминог считается одним из дешевых морепродуктов, стоит наряду с рыбой. Например, за 7-8 долларов в кафе вы можете поесть осьминог. В Индии вы бы поели, ну, хорошее блюдо, могли бы за 3-4 доллара поесть в кафе. На рынках, на рынках, в принципе, цены, ну, такие же, как в азиатских странах, такие же, как в России. Ну, что, особенно если вы сами собираетесь готовить, можете покупать на рынках фрукты, там, рыбу, и готовить сами. Но жилье у вас точно выйдет дороже. Аренда машины или байка. Вот, снимать байк тут смысла просто особого нету. Почему, объясню. Потому что, ну, здесь стоимость байка проравляется, например, к машине. А, допустим, если вы в каком-то месте живете, то ездить особо... Ну, вот, как, допустим, в Индии, в Гуа вы ездите, например, в Рамболь живете, с Рамболя в Мандрам. Кто жил в Индии, меня понимает. Тут просто дороги убиты именно в самих деревнях. И передвигаться, допустим, до пляжа, от дома до пляжа, ну, не особо удобно по этим дорогам. Лучше пешком дойти. Большие дороги хорошие, но освещения нету. Просто на дорогах нету освещения, кроме Стоунтауна. То есть, по всем, например, если вы поедете, допустим, из Нунги в Стоунтаун, допустим, из Нунги в Кевенгвии, из Нунги в Джимбиане, на другой пляж, вы будете ехать в темноте. То есть, всегда старайтесь путешествовать в светлое время суток. Плюс днем очень-очень жарко, жарче, чем во Вьетнаме, жарче, чем в Таиланде. Жарче, чем выйти на байке, реально не особо комфортно ехать. И вот поэтому, ну не знаю, аренду байка здесь выходит, как аренда машина. Самый удобный вариант, это когда вам надо куда-то доехать, лучше берите такси, у вас выйдет дешевле. Не знаю, вот я байки снял, я мучился, снял на неделю за 100 долларов, то есть 15 долларов в день. В Индии я бы, ну, в Вьетнаме я бы на месяц за такое время снял байк. Понятно, что если вы на месяц, можно найти дешевле, но все равно это будет выходить. Также в два раза дороже, чем в Индии или во Вьетнаме. И рассмотреть, то лучше снять машину. Вам нужно очень часто куда-то передвигаться, что здесь в принципе не требуется. Если вы на каком-то пляже живете, там ходите пешком, надо вам на другой доехать, берете такси, либо на местном транспорте ездить. Кстати, местный транспорт тут более-менее развит. Маленькие газельки ходят, типа наших микроавтобусов. Вот многие говорят, продал и дал, они тоже есть, но на них есть местные жители, есть маленькие автобусики по таким же маршрутам, по доступным ценам. Вот что, из-за чего же тогда ехать в Занзибар, если в принципе все достаточно дороже, чем в Индии, достаточно Вьетнам, Таиланду. Конечно, обалденное море. Смотрите мое видео, просто сейчас закат, голубое море. Как вы видите, белый песок, то есть такого нет нигде. Чистота чище, чем пляжи, вот сами видите, чище, чем в Индии, допустим. Ну и кому-то просто нравится атмосфера, вот местные жители, вон сзади меня стоят Масаи, доброжелатели. Не знаю, что здесь дальше будет, так как сейчас стало очень-очень много туристов, так как Занзибар открылся самым первым, одной из самых первых стран для россиян, очень-очень много туристов стало, ну, лишь бы не превратили ее во вторую Турцию, как в свое время, ну, допустим, уже, например, в Гуа, там, в Калангуте, в Кандалиме, уже, в принципе, они туристы, жить невозможно. Ну, зимовщиком. А что еще? Как сезон дождей. Здесь сезон дождей, так же, как и в азиатских странах, весной. Март, апрель, май. Ну, вот что хорошо, например, летом здесь нет сезон дождей. В октябре еще бывают дождики. В ноябре, вот я приехал второй половине ноября, такой маленький сезон дождей, и в октябре, то есть дождик идет, 10-15 минут, потом солнышко, то есть уже с октября можно приезжать. В середине марта начинается большой сезон дождей, когда дожди идут каждый день, то есть уже, в принципе, в марте отсюда надо уезжать, потому что здесь сезон дождей, например, начинается раньше, чем в Гуа, где начинается это в мае, раньше, чем во Вьетнаме, раньше, чем в Таиланде. Ну все, всем пока, с вами был Борис Соколов, сайт vizasam.ru Надеюсь, я вам рассказал о зимовке в Занзибаре, кого это интересует. Более подробные мои видео смотрите. По каждому вопросу есть видео, то есть правила въезда в Занзибар, аренда жилья в Занзибаре, аренда байка, сколько денег врать в Занзибар, сколько здесь стоит еда в кафе. По каждому из этих вопросов есть отдельное видео, так что посмотрите. И да, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. До встречи в следующих видео из других стран. Пока-пока. Кстати, вот такие красивые, обалденные закаты на Занзибаре. Для тех, кто переживает об антисанитарии в Африке и других вещах, вот честно скажу, здесь чище, например, чем в Индии, чище, чем во многих местах Вьетнама. Именно сразу скажу, в туристических местах. То есть в кафе очень чисто, местные, чистые, опрятные, понимают в туристических местах, вежливые таксисты, вежливые водители. Честно, я такого от Африки не ожидал, чем был очень приятно удивлен. Но сразу скажу, допустим, ну вам там и делать нечего. Допустим, если вы поедете в те места, где живут местные, в Стоунтаун, в местный район, конечно, грязные, живут они бедно. Но я думаю, вы там зимовать и не собираетесь. А в туристических местах все отлично, все хорошо, все замечательно. Прям действительно, очень сильно был удивлен в приятную сторону. Думал, наоборот, в Африке, вот как вы видите, все культурные отдыхают, в том числе и местные. Не такие, допустим, сильно навязчивые, как в том же Гуан. Ну все, всем пока, до встречи в следующих видео. Да, не забудьте подписаться на наш канал. Подводя итог, сколько же вам денег надо, чтобы зимовать, например, в Зандибаре, от 60-70 тысяч рублей. Например, в Гуае, было бы, за 30 тысяч рублей в месяц вы бы смогли зимовать. Пока.